Блин, друзья, я очень извиняюсь, меня позвали и мне нужно было отправить вот здесь. Давайте побольше соберешься на роду. Так, друзья, меня позвали, к сожалению, мне пришлось выстрелить, нужно было кое-что отправить, но я с вами пока у меня есть интернет, давайте вопросики интересные. Такая милая, вкусная, да, мне тоже нравится, спасибо, приветики, приветики, что думаете про то, как мы Лену Дубновичу? Да, кстати, я недавно об этом узнала, честно не знаю, я не общалась с ней близко, я не знаю, что она за человек, что у нее в голове, какие у нее мысли, поэтому абсолютно могут разные причины быть, почему она ушла, и знаете, до конца у меня нет уверенности, что она ушла. Может быть, она хочет так показать, что, ну, показать свое, я, чтобы ее уговаривали, может быть, чтобы возвращали, я думаю, что она вернется, если честно. Кто заплетал, у нас есть тут девушка, Инга, она нам заплетает косички, вообще любые прически может сделать. Сколько время? Почти 7 часов. Отвечаю с тобой, ты лучшая, спасибо. Может быть, она уже пришла, так ее выгнали. А, ее выгнали прямо? Честно, я вообще даже не в курсе. То есть, прям было голосование, ее выгнали? Серьезно? Честно, сяду. Блин, закат, это просто божественно, посмотрите. Он такой розовый какой-то, розово-оранжевый. Она с вещами ушла. Ну, ушла и ушла, что я могу сказать. Сейчас я вот тут присяду. О, хорошо. Ой, тихо. Сиеста, да, блядь. Нет. Да, Никита, на меня листик падает. Как ты его брать? Я не знаю. Благодарю. Друг мой сердечный. Что ты скажешь моему подписчику? Привет. Это все. Я просто... Он сегодня тоже занимался спортом. Мне офигеть. Мне офигеть. Скажи что-нибудь веселое. Что у тебя на душе? У меня на... У меня на голове листик, блин. Да. Да. Как тебе живется на Сейшелах? Ты в Москву не хочешь? Да нет. А я хочу. Это понятно. Он сегодня отказался меня видео снимать, представляете? Да. Вот это я не понимаю, что это такое. А они знают? Про что? Нет. Отказать видео. Ну, это все. Кое-какое видео есть. А что отказался, ребята, вы поймете. Вы увидите только это через неделю. Но я считаю, что я сделала правильное решение. Хватит. Что хватит, не скажу. Так, что у нас тут? Барышев, почему девушки нет? Наверное, потому что ее нет. Что? Наверное, потому что я нет. А почему ее нет? Не знаю, не еще. Не пришел. Не родилась еще. Не родилась? Как же я? Он со Стец лучше дружит. С кем ты лучше дружишь? Со мной или со Стец? Только попробуй сказать что-то против. Я со всеми хорошо дружу. Не дружу. С выгоня тебя из вон голов. И заберу все твои чупачупсы, которые ты напрятал. А, ты уже все. Понятно. Здесь была ли ты в Минске? В Минске или не хотела? Нет, а что мне делать в Минске? Мне как бы нашли шала хорошо. Я хорошо. Но не в Минске. Наверное, там тоже хорошо. Могу понять. Или как его найти в Минске? А кого? Барышева? Я его отмечала у себя в сторис сегодня. Посмотрите. Записан как-то Барышев. Как-то так. Олеся игнорит вопрос про Юлю. Третий уже. Ой, честно, я даже не видела. А что там про Юлю? С Юлей мы дружим. Хорошо очень общаемся. Что-то изменила бы в своем характере. Я очень обидчивая. Очень. Прям с детства, мне кажется. Как бы я могу вроде как и не давать понять, что я обиделась, а где-то внутри себя хранить эту обиду. Вот это плохо. Это не есть хорошо. Но как бы я уже менее обидчивая, чем раньше. Ты куришь? Нет. С Узрицовой дружить. Честно, как-то нет желания сейчас с ней общаться и дружить. После двух последних поступков, которые она совершила. Один поступок в отношении меня, когда у меня был конфликт с Яной, она там с ней заселялась в комнату и очень хорошо общалась. А вторая ситуация, когда она Юлю подставила. Тоже там, не знаю, вышел в эфир. Мне кажется, да, что она там мужика ее увела, так скажем. Как отпустить человека? Переключиться. Самое первое – это переключиться на кого-то. Если есть вам кто-то симпатичен, но иногда бывает так, что невозможно сразу быстро переключиться, потому что мысли заняты все-таки еще человеком, который небезразличен. Что тогда нужно сделать? Найти себе занятие, быть постоянно занятым, заниматься собой, спортом, писать стихи, развиваться, смотреть фильмы, постоянно что-то делать, быть активным, и тогда у вас не останется даже времени, чтобы думать о нем. Вот это работает 100%. Олеся, рейси точно не отменят? Ты прилетишь? У меня нет обратного билета. Я очень надеюсь, что после 5-го числа, когда все люди выйдут с карантина, самоизоляции, я надеюсь, очень надеюсь, что его не продлят, начнут открывать аэропорт, и я наконец-таки прилечу. Я смотрела, уже появляются билеты, правда, они очень дорогие. Я не знаю, насколько это правда, насколько получится у меня улететь, но я очень на это надеюсь. Правда, что каждый спит с каждым. Где вы взяли эту правду, можно у вас узнать, зависит от человека. Ай, эти обжеты, как все, это до июля, что надо заниматься курсами по соблазнению женщин. По соблазнению женщин или по соблазнению мужчин? Так, все правильно, Зерцова очень плохая подруга. Ну, мне как бы говорили, да, она тебе якобы не подруга, но как-то я... Проверишь, не узнаешь, как говорится. Зерцова двуличная, скандали только потому, что никому не интересно. Олеся, что у тебя общего с Юлей? Подруги обычно сходы во взглядах. Юля показала себе, прости господи, на проекте, а ты качала за себя, отставила, молодец, а потом взяла, с этой сдружилась. Друзья, как вам ответить на этот вопрос? Я не считаю, что Юля вела себя, прости господи, возможно, ее выставляли во многих ситуациях в нелицеприятном свете. Опять же, мужчина создает в первую очередь репутацию своей девушки. Я считаю, что в этих отношениях ее постоянно унижали, оскорбляли и портили репутацию. Как только она вышла из этих отношений, она стала совершенно другим человеком. Начали мы с ней общаться, когда именно она уже вышла из этих отношений. То есть она очень умная, рассудительная, она круто знает психологию мужскую. Вообще не знаю, мне с ней очень весело, комфортно. Почему я должна на какие-то прошлые косяки, даже если они были, реагировать? Самое главное, что в отношении меня она не делала ничего плохого. Я вот так вот друзей выбираю. Секреты она не рассказывает. Ничего такого за ней я не заметила. Ни предательства, ничего. Знаешь, Леся, в тю очередь разочарована. Ты оказалась глупой такой. С первого взгляда ты кажешься умной девушкой. Ну, опять же, это ваше мнение. Оспаривать, что-то доказывать я не собираюсь. Как ты относишься к своим фанам? Я вас очень люблю, правда. Когда вы мне пишите комментарии приятные, или там поддерживаете в директе. Я читаю, я стараюсь читать каждое сообщение. Я не каждому отвечаю, потому что я не могу физически это сделать. Но я безумно благодарна, что есть люди, которые меня понимают, поддерживают. Спасибо, что вы есть. Так, а если не можешь переключиться, и занятия не отвлекают, тогда какой выход? Ну, как занятия могут не отвлекать? Значит, вы не тем занимаетесь. Например, когда я занимаюсь спортом, я полностью пропадаю из мира и погружаюсь в тренировку, в музыку. Как бы мне не до мысли. Я думаю о том, как сделать правильно, правильную технику. В общем, куда надо, короче, думаю. Так, передаю Юле, что она умница. Она очень крутая. Согласна, абсолютно. У нее очень добрая энергетика. Знаете, в ней нет никакой подлости. Вот я, кстати, тоже заметила, что у Зерцова после вашей подсоски с Яной с ней хорошо общалась. Была очень удивлена, что она такая и вашим, и нашим. Ну, у Зерцова она туда, где движ, я бы так сказала. Не знаю, хорошо это или плохо, но выбор ее. Как быть, если любишь человека, но уже вроде обо всем поговорили, и тем больше нет. Не совсем поняла вопрос. Кто там? Часто стала заходить в эфир. Да, я все для вас. Остается, вас хорошо одевается, а тебе дружи с ней. И мы с ней хорошо общаемся. Да, очень хорошая. Мне она тоже симпатизирует. Продлили уже до 14-го. Серьезно? До 14-го сидеть дома? Не пугайте меня, люди. Напишите, друзья, это правда? Юля добрый человек. Вот на этом они и сошлись с Олесей. Возможно, возможно. С кем будешь строить отношения? Друзья, ну, пока не с кем. Но я считаю, что многие люди ошибаются, пробуют, расходятся, расстаются. Но в этом ничего такого нет. Это жизнь. Нужно обязательно пробовать еще раз. Просто более внимательно подходить к выбору своего спутника жизни. Лея, если вас приглашали сегодня на день рождения, Василечка. Нет, мы с СССР, я с СССР практически не общаюсь. Ну, с некоторыми участниками. Там Марина Африкантова, Саша. Ну, так, чисто. У тебя свои губы? У меня немножко они подкачаны. Плюс я еще их карандашом делаю больше. Ну, я считаю, что к моему лицу они подходят. Давайте она сама разберется, с кем дружить и с кем встречаться. Согласна. Иногда новости. Смотри, купи маску в аэропорту опасно. Я слышала, что эти маски не помогают. То есть они защищают от распространения... Здрасте. От распространения своих микробов. То есть если человек болен, надевает маску, да, и он не распространяет. А если здоровый человек надевает маску, по сути, никакого толку от нее нет. Карантин до 14 апреля. Господи, нет, пожалуйста, не хочу. Какую книгу читаешь, посоветуй. Уже три дня не читаю, а вообще читаю книгу, как выйти замуж за мужчину своей мечты. Там даже, знаете, больше никак найти мужчину. Вообще никого никогда не нужно искать. Нужно общаться и влюбляться только в того мужчину, который изначально выбрал вас. То есть вы пришли куда-то в ресторан, да, увидели какого-то красивого парня и думаете, поддам-ка я ему какой-то сигнал или придам ему записочку, листочек. Все, уже нет шансов, что он за вами будет как-то ухаживать, добиваться, потому что мужчины-охотники он сначала увидел, как-то вы ему очень понравились. Он думает, блин, а как не подойти, наверное, у нее кто-то есть, боже, как я это смогу сделать. И у него начинается азарт, вот эта игра, все, вы запустили этот мотор. А когда вы сами подходите и даете ему понять, что он вам симпатичен, все, запал пропадает. Ну и в этой книге много таких моментов очень полезных, как там сколько времени на свидание нужно проводить, что говорить мужчине, что не нужно говорить. Очень полезная книга, всем советую. Леся, это была у нас в Вене. Как долго и понравился город? Да, я была в Вене, правда не очень долго, по-моему, три дня на экскурсии. И в целом, да, хороший очень город, понравилось. Проводить с курсом мужчины по заявлению женщины у нее получится. Я передаю, что она безумно красивая. Передам обязательно. Она здесь нам на острове проводит тренинги, помогает парам сходиться, дает, да, консультации. Блин, ну она реально очень правильные вещи говорит. Я не знаю, я прям слушаю и прям я ее понимаю действительно. Мне кажется, она прям очень умная в плане психологии так точно. Передай мне привет, Смок. Привет тебе, Влад Малан. Олесе, не надо так, Кузерцовой. Надо встретиться и поговорить, а потом рулить дружбу. Она ведь поддерживала раньше. Мне просто непонятно, как она с Юлей поступила. Ну это некрасиво. То есть Юле нравился Витя. Мы с Юлей ходили, его обсуждали, какой он хороший. И там уже планы понастроили. Но здесь Юлина ошибка тоже была в том, что она первая выявила ему симпатию. Почему, возможно, и не пошло это общение. Только что вам объясняла, почему. Мужчина всегда. Ребятки, 7 часов вечера. Мы забираем интернет. Нет, пожалуйста. Несем, пожалуйста, телефончики нам. Все, я выхожу. Вам поменяют аккумуляторы. Аккумуляторы из микрофон.